Ребят, зацените, теперь у меня здесь рабочее мое место, точно там же, где и раньше было. Мы со Славой сделали дома перестановку. А вообще, ребят, у меня есть для вас крутая новость, особенно для тех, кто еще учится и желает преуспеть в жизни. В РЭУ имени Плеханова открылся факультет бизнеса Капитаны, где студентов учат основам бизнеса и рассказывают, как стать лидером в предпринимательстве. А помогают в этом известные блогеры Николай Соболев, Вилсаком, Ян Топлес, Маша Вэй и Клава Кока. Мне кажется, это супер круто. А еще можно выиграть кучу классных призов. Один из 20 iPhone X, одну из 20 камер GoPro, один из 5000 бьюти боксов, один из 5000 рюкзаков. А также гранты на образование в лучшем экономическом вузе страны. Но это еще не все. 55 победителей получат призы от 50 до 100 тысяч рублей. Всю информацию я оставлю в ссылке в описании к этому видео. Так что дерзайте, становитесь капитанами своего дела. И смотрите мое видео дальше. Всем привет, ребят. Каждый мой влог, наверное, из Москвы будет начинаться с машины. Конкретно сейчас я еду на Пусть говорят. Там будет какой-то выпуск про Инстаграм. Не знаю, что конкретно от меня там понадобится. Я сегодня встала пораньше. Вчера выпилась на отворное, чтобы уснуть в принципе. Потому что я ночной житель. Странно спала, но я чувствую себя абсолютно бодрой. Еду очень далеко. Еще полчаса ехать. Что-то я вообще не замечала, не обращала внимания, что листья уже желтые. Осень. Реально осень. Прям смотришь, такая осень. И красиво на самом деле. Сегодня мы еще встретимся с Сашей Спилберг. Она тоже идет на Пусть говорят. Мы решили, что после Пусть говорят поедем куда-нибудь в кафешку. Посидим, поболтаем. Потому что мы с ней достаточно редко видимся. Хотя мне хотелось бы видеться почаще. Если бы мы жили поближе, было бы удобнее, конечно. Но мы не так близко живем. Хотя в выходные не проблема абсолютно. Без пробок друг до друга доехать. Но что-то как-то Сашка постоянно где-то. Я постоянно тоже что-то куда-то. Мы, кстати, в Париж улетаем 18-го со Славой. Там будет мероприятие от Живанши. Они нас пригласили. Очень приятно, очень круто. Я очень рада, что мы поедем в Париж снова. Еще какой-то м*** хочет меня объехать. Извиняюсь за мой французский. Я, знаете, что я понимаю, что я настолько терпеливый и сдержанный человек за рулем. Учитывая мой характер, я достаточно терпеливый человек. А еще я, короче, в Телеграме начала на всякие группы подписываться. Потому что мой Славик постоянно сидит в Телеграме, читает какие-то новости в каких-то пабликах. И меня это прям бесит. Потому что он постоянно в телефоне. И вы все под прошлым моим блогом писали, типа, вот, Слава постоянно в телефоне и так далее. Типа, ему вообще пофигу на тебя, он не обращает внимания. Да нет, на самом деле, просто он человек такой. Он очень хороший мальчик. Славику нравится телефон очень. Он его любит. Я думаю, что если бы можно было пожениться на телефоне, он бы так и сделал. Ну, я уже устала с ним разбираться на эту тему. Типа, хорош сидеть в телефоне. Убери ты уже свои гаджеты. Найден более быстро, может. Это хорошо. Не обижайтесь, не злитесь на Славу, то, что он постоянно сидит в телефоне. А еще, когда мы будем в Париже, Точнее, где-то 18-го числа мне уже должны прислать клип. Прям вот окончательный вариант. Сегодня-завтра мне должны прислать черновой вариант клипа. Мне безумно интересно посмотреть. Прям ужасно интересно. И потому что я очень переживаю, что там вообще получилось. Точнее, я знаю, я видела кадры, они прикольные. Но все равно надо все-таки обязательно посмотреть. И еще, также я хочу безумно посмотреть бэкстейдж. Просто невероятно безумно хочу посмотреть бэкстейдж со съемок. Потому что он должен быть клевый. Я уже видела маленький кусочек, начало бэкстейджа. Не знаю, не знаю, очень интересно. Я, кстати, не очень люблю быть одна, как оказалось. Я никогда не думаю, не говорю то, что я ненавижу одиночество. Я боюсь там одиночества. Я так никогда не говорю, потому что я вообще обычно не остаюсь одна. И очень редко я остаюсь одна. И, ну, типа... Я когда остаюсь одна, на самом деле, я кайфую. Потому что я обычно не одна. Не потому что мне надо от кого-то отдохнуть. Нет, конечно. Просто, ну, типа, личное пространство. Фигней своей пострадать там. Попеть в душе. Ну, в общем, я к чему. Сегодня Слава остался со своим братом. Вчера, точнее, и сегодня тоже останется. Наверное, мы даже сегодня со Славой не увидимся. Но это неплохо, потому что надо отдыхать друг от друга время от времени. Так как мы живем вместе и постоянно вместе. Да, надо отдыхать. Честно говоря, я как-то еду без волнения какого-то. Для меня, пусть говорят, это всегда было что-то... Типа, господи, я мечтаю туда попасть. Я мечтаю просто нереально. Когда ушел оттуда Андрей Малахов, ну, как-то мне уже стало... Да и, в принципе, я там уже была. Хоть я там не говорила, точнее, я говорила дофига. Но все это вырезали, поэтому у меня есть такие ощущения, что сегодня тоже вырежут все, что я буду говорить. Это какое-то проклятие, наверное. Ну, знаете, пофигу. Реально. Я вообще настолько на расслабоне. Обычно я очень переживаю перед подобными мероприятиями, когда куда-то хотела очень сильно попасть и в итоге попала. А еще дико смешно. Я думаю, что в прошлом ролике вы видели то, что я в Баду общалась со своими зрителями по видеозвонку. И я, короче, решила посидеть в Баду. Это на самом деле очень смешно. Прям безумно смешно. Я сидела в Баду вчера вечером, просто листала людей, смотрела вообще, кто там сидит на самом деле. Мне, короче, начали писать какие-то чуваки вчера. Я дико ржала. Я по угару им ответила, типа, привет, потому что вообще я хотела на самом деле узнать, знают ли они, что это реальная я или не знают. И, короче, какой-то чувак начал меня клеить. Ну, типа, сначала как дела, типа, привет, такая красотка, не знаю. И потом, короче, он начал мне писать то, что, типа, он в душ, хочешь фотку пришлет, конец, спасибо. Потом, значит, он спрашивал у меня, в чем я сейчас. Я такая в одежде, типа, дура вообще кончена. Потом я такая говорю, слушай, вообще-то я фейк на самом деле. Как тебе такое? Он такой, да, я знаю, что ты фейк, типа, у тебя фотки Юли Пушман. И тут, короче, я понимаю, что, ну как так? Просто. Вы понимаете, я даже, я, да, это просто кошмар. На самом деле это забавно, потому что я не ожидала, что чувак знает меня. И, ну, это смешно, просто смешно. Какой-то 18-летний мальчик мне пишет, я говорю, ты слишком молод. Ну, знаете, реально, мне почти скоро 20, я чувствую себя очень взрослой по сравнению с 18-летними парнями. Да даже, типа, короче, не знаю, смогла бы ли я встречаться с парнем моего возраста, не знаю. Я не к тому, что мне бы хотелось намного старше парня, нет. Просто у меня всегда такое ощущение, точнее, не всегда, просто у меня такое ощущение, что парни моего возраста, они дети. Да, может быть, он там живет один, работает, не знаю, снимает квартиру или у него своя квартира, старается что-то делать. Но, типа, суть не в этом. Суть в том, что поступки намного важны, чем какие-то слова. И, короче, мне мальчик пишет то, что, что за бред у нас, типа, год разница. Мужики ведут себя как дети, очень многие. Я очень редко встречаю в своей жизни от 18 до 22-3 мальчиков, которые ведут себя действительно как мужчины. И поступки их тоже говорят о том, что они мужчины, и, в общем, действия, в принципе, тоже. Потому что парень может вам втирать то, что он такой офигенный, вообще он классный, и, типа, он бы никогда так не сделал, и он вообще адекватный, не понимая, зачем люди так делают. Но при этом он делает то же самое в какой-то момент. И, типа, ты понимаешь то, что, ну, мужики реально не все, конечно. Вы не подумайте, что я там ненавижу мужиков. Нет, я очень люблю мужчин, только настоящих мужчин. А таких вообще практически нет. Просто нет. Ну, понятное дело, что мой парень настоящий мужчина, иначе я бы с ним не стала встречаться. Ну, и к тому же ему 24 года скоро, и меня это очень радует. В смысле, я не знаю, может быть, это на психологическом уровне у меня закладывается, что если он старше 20 лет, то наверняка он такой взрослый мужик. Но он реально молодец. Славик очень хороший парень. И, ну, я очень рада. Я с ним чувствую себя девочкой, а не каким-то вторым мужиком. И это очень-очень важно, потому что если вы не чувствуете себя рядом со своим парнем девушкой, то это хреново, как минимум. И это значит, что так будет всегда. Всем привет! Мы сегодня занимаемся косами. Сейчас Налюха будет делать мне косички. А потом мы поедем в Атерюм, ясно? Ты прям ровно делаешь, да? А что тебе вот так сделать? Ну, просто интересно. Подожди, пока можешь сесть. Еду к Камиле ресницы делать. Дело в том, что завтра мы со Славой улетаем в Париж. И почему-то я всегда перед поездками ношусь как угорелая. Вчера я делала себе волосы, коррекцию, наращивание. Это просто ужасно долго и мучительно. Но оно того стоит, чувствую себя красивой. Я сейчас не накрашенная, потому что я встала. Очень рано для меня подорвалась, побежала. Вот, стою в пробке. Но мы такие уже свои, в Париже ориентируемся. Тем более у Славика очень хорошая память. На такие моменты, куда пройти, чего, где. Я вчера смотрела свой клип. Как я приеду, я думаю, что мы сразу уже начнем заниматься тем, чтобы выставлять клип и так далее. И сегодня надо будет ночью поехать записать голос. Не как я пою, а диалоги мне со Славой. Надо будет поехать записать это все. Блин, я так беспокоюсь. Это просто кошмар. Больше всего я беспокоюсь, что люди не поймут сюжет, историю, которую мы хотели показать, донести до людей. Потому что я смотрела вчера клип без диалогов. Все, в принципе, мне нравится. Но сюжетные какие-то моменты, которые нам понятны, учитывая, что мы знаем сюжеты, почему я так сделала в клипе, они не все могут быть понятны. Но я думаю, что за счет диалогов станет все понятно. Я посмотрела клип, я вообще в шоке. Или говорит, я так люблю твои реакции. У меня такие ржачные реакции. Блин, короче, клип вообще огонь. Я первый раз в твоем блоге. А нет. Мы снимали когда-то. Ну, именно, когда ты еще жила далеко. В Биберево, короче. Да, да. А еще, короче, кто слушает Ти-феста, у меня парень сказал, что Ти-фест, это как будто бы турок выучил русский язык. И вот мы что-то поджали, да. Ты привыкла в цель, ты внимания всегда. И ты гроша не стоишь, но за трубой топа. Ты хомчала дышь, но нельзя вывать. Я думаю, кто торек, что ли там Бэнни, короче. Да нельзя вывать. Я думаю, кто торек. А нельзя вывать. Да я не одна. Да нельзя вывать. Ты привыкла в цель, ты внимания всегда. И ты гроша не стоишь, но за трубой топа. Ты хомчала дышь, но нельзя вывать.